Очередное сообщение, вернее, Ирина Анатольевна, это сразу несколько сообщений, которые нам прислал постоянный зритель нашей программы, зовут его Пётр Петрович. Живёт он в Жлобине, и мы иногда удивляемся, как много интересного он находит, где бы вы подумали, в жлобинских магазинах. Так, откуда он и, собственно, присылает нам целые письменные и видеорепортажи. Например, недавно Петра Петровича очень удивило, что продавцы не выполняют свои обязанности. Например, охлаждённое мясо курицы лежит себе на витрине без всяких намёков на время. Когда оно попало в холодильник, непонятно. Ценник, правда, заверяет покупателя в гарантии свежести, но Пётр Петрович не верит всему, что написано на бумаге. Такая же история с колбасными изделиями. Когда их резали, сколько они томятся в холодильнике, тоже непонятно. Пётр Петрович часто делает замечания продавцам, но они только обещают всё исправить. Поэтому он решил написать в книгу замечания. Это здорово, на самом деле. Мы сразу благодарим Петра Петровича, потому что такие люди нам нужны. Инна Анатольевна, что со сроками хранения? Ну, в данной ситуации речь идёт о охлаждённом курином мясе и о колбасных изделиях. Знаете, а вот мне хочется посоветовать Петру Петровичу быть немножко больше доверчивым. Потому что всё-таки торговые организации, они несут ответственность за то, что они продают. Это первое. А второе – из-за безопасности той продукции, которую они продают. А уж информации на этикетках или маркировке товаров я рекомендую всё-таки доверять. Вы знаете, несмотря на то, что мы часто отвечаем на проблемные ситуации, нельзя сказать, что у нас все продавцы недобросовестные и все поголовно обманывают. Безусловно, это не так. Например, стоит срок нормальный, вполне реальный, но товар уже выглядит плохо. Вот это повод для беспокойства. А если с товаром всё хорошо, и если срок годности стоит приемлемый и достоверная информация о сроке изготовления, то почему здесь не доверять? Но для таких бдительных граждан, как Пётр Петрович, я хочу сказать, что любая проверка может проверить, например, санстанция, соответствует ли информация, указанная на ценнике, тому, что происходит на самом деле. Потому что продавец ещё обязан сохранять там поставщика, который привёз ему этот товар. Но это потребителю не обязаны показывать. Это при проверке. Для того, чтобы можно было посчитать сроки, действительно ли не нарушены они. Ещё один вопрос, Инна Анатольевна. Должны ли писать, когда колбаса порезана? А то бывает, когда заходишь на срезе колбасы, ну, она уже другого цвета. Уже видно, что она не свежая. Мы можем как-то узнать, когда она была порезана, или мы можем ограничиться, срежьте мне вот этот кусочек, я не хочу его видеть, например. Мы можем потребовать? Нету такого требования в законодательстве, которое бы говорило, что нужно фиксировать, когда колбаса разрезана. Это, знаете, тогда продавцу надо будет не колбасу нарезать и отпускать потребителям, а стоять и заполнять блокнотик с записью, да? Ну, давайте всё-таки у каждого, у каждого, у всех действий, у любой работы есть, ну, такой передел разумности, правда? Вот, поэтому нет, такого требования нет. Колбаса должна реализовываться, во-первых, в установленные сроки годности, да, если просрочены, то это вообще однозначно не может продаваться. Вот, но если вы видите, что на срезе она поменяла цвет, вот здесь есть вопросы по поводу правильности хранения, возможно, температурный режим был неправильный, и, естественно, потребитель вправе потребовать, чтобы ему отрезали тот кусок колбасы, который он хочет приобрести. А продавец говорит, у меня заканчивается рабочий день, и я новый батон колбасы разрезать для вас не буду. А вот это не имеет права делать, потому что в соответствии с пятой статьей закона о защите прав потребителей, потребитель имеет право на свободный выбор товара. Большое спасибо. Это ещё не всё от Петра Петровича, поскольку в настойчивости ему не откажешь. По мнению Петра Петровича, не всё в порядке и с продажей хлебобулочных изделий в городе Жлобине. Вернее, с датами на этикетках хлебобулочных изделий. Пётр Петрович написал, что его морально задело, почему булочки продают, не указав дату на самом изделии. Вот, видите этикетку. А ещё он сообщил, что после нашей программы ему рекомендовали искать дату в специальной папке, которая лежит возле продукции. Два раза в неделю в одном магазине Пётр Петрович выявил просрочку на хлебобулочные изделия, и ему прислали, как он написал, нелогичный ответ на жалобу. Петру Петровичу написали, что работник просто не успела поменять качественное удостоверение с верной датой. С работником проведена беседа, и ей сделано замечание. Инна Анатольевна, давайте попробуем ещё раз озвучить. Где должна быть указана дата на хлебобулочных изделиях, и вообще какой срок хранения. Вообще, мне кажется, что мы всегда, скажем так, свежесть хлебобулочных изделий совсем по-другому смотрим. Да, мы просто, ну... По внешнему виду, и ложаткой, допустим, мы мягко, и мы в перчатке, да, нажимаем. Да. Вид, небольшая, всю информацию невозможно там разместить. Вот. И что касается срока годности, это устанавливает сам изготовитель. Там, вот в этих брошюрах, по каждому виду булочки должна быть такая информация. Я не исключаю, что как раз-таки продавец и честно ответил. Возможно, и не успели поменять вот эту информацию. Но если всё-таки Пётр Петрович уже неоднократно это замечает, то я рекомендую ему уже не просто в книге замечания и предложения писать, а обратиться в санстанцию. Возможно, в этом магазине уже какие-то системные нарушения, если постоянно попадается вот такая ситуация, да, и может быть уже недостаточно просто сделать внушение сотруднику. А если на самом деле просроченный товар продаётся, то это чревато ещё и опасностью для здоровья потребителей. Поэтому, возможно, стоит уже и санстанцию побеспокоить. Елена Анатольевна, вот мы видели запись в книге жалоб и предложений. Давайте напомним ещё раз всем, чем эта запись чревата для продавца. Вот в данной ситуации и вообще, в принципе, по книге замечаний и предложений, продавец или исполнитель, неважно, субъект в хозяйстве, у которого в книге оставили замечания, он не то, что не читает, он обязан читать эти обращения. Более того, он обязан в 15-дневный срок на них ответить. А если претензия пока всё, то здесь у нас ещё закон о защите прав потребителей, и тогда не 15-дневный, а 14-дневный срок. И обязательно должен ответить. Если в этот срок не пришёл ответ потребителю, значит, тогда в администрацию района, на территории которого находится этот торговый объект, обращаемся для того, чтобы, ну уж, извините, административно воспитать такого нерадилого продавца. То есть эффект есть в любом случае. Да, некоторые ещё советуют фотографировать свою запись в книге предложений. Для того, чтобы, да, ну, а вдруг возьмут, да, оторвут эту страничку, да, и... Странички пронумерованы, да. Не просто оторвать. Да, да, да. Потом перед налоговой придётся объясняться, почему страницей не хватает. Продолжаем обсуждать права потребителей, и сейчас ещё один любопытный вопрос от Анны из Минска. Анна написала...